Покупка машины – настоящий праздник для каждого автолюбителя. Но не стоит забывать о том, что существует транспортный налог. И оплачивать его нужно вовремя. Иначе есть риск потерять любимое авто. С утра пораньше судебные приставы решили нагрянуть должникам, не пожелавшим заплатить налоги за лошадей под капотом. Сумма долг у этого автовладельца составила около 30 тысяч рублей. Сейчас возможности не надо. Нет, да? На данный момент. На данный момент мы осмотрим ваше имущественное положение. Отвечаем ваше мило. В течение 10 дней у вас есть время обжаловать данный арест. Подойти к судебному приставу. Время, когда оплатить за должность можно было добровольно и без отягчающих последствий, упущено. Теперь судебные приставы вынуждены наложить арест на транспортное средство. Ездить на машине автовладелец сможет. А вот, например, продать ее уже нет. Если долг не будет погажен в течение 10 дней, с авто придется расстаться вовсе. В таком случае автотранспорт изымается, передается на реализацию. И уже с реализацией денежные средства полученные будут уже непосредственно направлены, также перечислены к заскателю. Еще одну машину приставы арестовали уже по другому адресу. Общая сумма долгов у владельца коттеджа составила 70 тысяч рублей. Дверь приставам никто не открыл. Поэтому документы об аресте микроавтобуса, стоявшего около дома, оформили в присутствии понятых. Утаить данные об имущественном положении у должника не получится в любом случае. У нас с налоговой службой достаточно хорошо налажен обмен документами, информацией о должниках, наличии счетов и должников, на которые можно наложить арест, с целью погашения налоговых задолженностей. Кстати, по России в данное время еще новация вводится. Вступление электронных документов, исполнительных именно документов. То есть на бумажном носителе будет их исключено, напрямую будет поступать электронный документ о взыскании налоговой задолженности. Лучше всего обезопасить себя от возможных проблем и не доводить дело до такого состояния, когда им займутся приставы. Еще один Ивановец не заплатил налогов на сумму 20 тысяч рублей. Погасить задолженность ему придется в кратчайшие сроки и в полном объеме. В течение недели я готов обладать. Нет. Либо давайте во вторник в приемные часы вы походите к судебному приставу и полностью приносите сумму задолженности. Либо просто буду вынужден у вас записать, проверить имущественное положение для взыскания вашей задолженности. Иначе никак. Очевидно, что визит в судебных приставах не вызывает у задолжавших граждан положительных эмоций. Теперь не закрывайте, а у вас, Вера, закройте меня, не закройте. Юль, закройте меня. Должника вызовите, и мы будем с ним разговаривать. Мы не просто так сюда пришли спектакль устраивать. Должника позовите нам. У нее имеется задолженность. Мы пришли взыскивать долги. 50 с лишним тысяч. Сейчас я умер мол. Как ни странно, у тех, кто не вносил плату больше года, при появлении приставов нужная сумма оказывалась под рукой незамедлительно. Должник заплатил более 50 тысяч рублей. Лишней нервотрепки избежать можно, если более ответственно подходить к своим финансовым обязательствам. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.